привет вас амигос долго сомневался делать ли видос по поводу акции приуроченных к черной пятнице от разработчиков все-таки решил разродиться на многие просят почему где видео про танки танков больше танков вот значит подходит к концу же этот невероятный марафон неслыханной щедрости по раздаче бонусной репутации 200 процентный бонус к боям лично я воспользовался ситуации прокачал накачал себе новой техники по которой ближайшее время буду снимать видосы что-то выкачал в топ что-то нехотя но приближается к следующей техники но пола доз пола досу но еще до хрена до топового состояния вот не суть важно но что в итоге получилось в итоге теперь на все про все не хватает кредитов них еле-еле нафармливаю чтобы успевать покупать оборудование потому что ну цена то ого-го на самом деле надо ближайшее время запустить запилить на какой-то гайд по правильной раскачке базы с нуля чтобы люди мои ошибки не повторяли но например вот смотрите сколько сейчас будет стоить оборудование на рту поставить 5000 свободного опыта тратим похрен как-то государство не обеднеет вот и и заходим ну где мне 2 вот например снаряда второго левела миллион с лишним а если а если допустим поставить что-то вот такое то это уже полтора миллиона дата что более необходимо краски этой арте естественно и и на каждый танк оборудование здесь машин на машину как вы знаете не переходят поэтому я все беднею беднею денег нету после акции прошлая акция была сто процентов и к опыту и к деньгам еще можно было фармить на премиум тачках сейчас только к опыту до премиум тачки не имеют смысла поэтому с небольшая хитрость в аттракционе неслыханной щедрости в том что начали продавать премиум пакеты черной пятницы с премиум техникой на борту премиум техника значит и бонусы опять же к кредитам к опыту так что сейчас перейду на сайт по быстрому пробегусь по списку чего там есть и уже вернемся в игру значит до конца этих распродаж осталось 7 дней 19 часов но когда это видео выйдет остается примерно 7 дней ровно учитывая мой рендер долгий очень значит что из себя представляют коллекционные всякие наборы есть а вот этот плюха бонус набор 500 рубасов он стоит это 50 процентов кредитов 50 процентов получаемой репутации это такой премиум аккаунт сверху на другой премиум аккаунты совмещение с премиум аккаунтом я думаю что на самом деле а учитывая суммы денежные которые необходимы на покупку техники оборудования и количество опыта который нужно на прокачку в этой игре имеет смысл круглый год продавать вот вот эту штуку на неделю за 500 рублей и будут брать то есть на денежный насос двойной премиум аккаунт это это что-то новое будет новое слово в науке техники и торговли ну я и брать не стал потому что там дальше увидите в набор тоже входит эта штука на счета танки на выбор по отдельности теперь продаются премиум танки цены кстати вообще нормальные если сравнивать с конкурентными проектами в общем-то за цену за цену как никто в комментах написал за цену 6 и со по-моему можно скупить все танки проекта армата ну что такое действительно за премиум танк 6 уровня или четвертого четвертого лево посмотрите вообще 200 рублей премиум танка это смешно говорят жало дико фармит вот это это что касается танки по одному такой набор купил себе я потому что мбт у меня уже есть второй мбт но нового черного цвета мне не нужен мне насрать как он будет выглядеть в камуфляже без камуфляжа мне абсолютно до до пилотки вот кстати камуфляжка отдельно от этой акции не не приобретается и на неделю плюс двадцать пять процентов и к опыту и кредитам да вот это почему я не стал покупать отдельно за 500 рубасов плюс 50 процентов опыта то есть да я разорился на 750 рублей получил лишних два премиум танка но собственно я на видосах про эти самые машины думаю больше заработаю тем более что чем быстрее прокачаю танки тем быстрее видосы выйдут поэтому это не не растрата денег для меня лично это инвестиция инвестиция в канал значит канал на ютубе уточню дальше идет набор от софии вельфи софи вельфи или пофигу какой завод здесь а я здесь а как в зеленом слонике орали здесь а здесь какой здесь а здесь они вообще все одинаковые а в одинаковом цвете если у шишкина ну хотя бы в fm такой синий а этот черный то здесь у нее просто все черные опять двадцать пять процентов точно так же как в предыдущем наборе здесь он стоит уже 900 рубасов но я не стал брать этот набор потому что техника третьего уровня премиумная вряд ли она много денег привозит до четвертой техника там уже жало есть поэтому смысл две четверки иметь но и мбт мбт мне 2 тоже не нужен да их там будет у вас два мбт если вы купите и набор мбт отдельно один будет с камуфляжем 2 без вы сможете фармить на сначала на одном мбт потом на втором мбт 70 но я как бы лучше подожду пока у меня первый из боя выйдет потому что я не люблю заигрывать на одной и той же технике бой за боем как-то не знаю терпения не хватает я лучше куплю шишкина в fm чеки буду на нём еще поигрывать ну и капитальный набор черная пятница где разыграются собственно смысле продаются все танки сразу все в камуфляже и аж по 30 процентов за кредиты и репутации стоит за радость полторы тысячи рубасов вот поэтому кто спрашивает какой премиум танк брать для того чтобы фармить а фармить в этой игре вам придется советую не тупите сейчас именно брать какой-то из наборов потому что цена плюс бонус ну по моему нормально это по крайней мере не такие жадные цены как все кричали что mail.ru испортит игру донатом пока донат в пределах разумного я бы даже сказал он крайне гуманный поэтому не тупите заходить не обязательно брать набор просто одну машину из этой вон 200 рублей вкинуть я считаю нажала нажала или вот на этот в принципе мой может даже школьник сэкономивший на пирожках я не буду сейчас показывать акцию которая проходит там в игре ну то есть будут какие-то розыгрыши там для людей которые зайдут в бой набьют тысячу урона но тысячу урона в бою там 5 боев по 1000 урона но это даже не знаю крабы морского дна тихоокеанского набьют поэтому шанс что-то выиграть на халяву примерно как меньше чем из лапка волосинка короче из бритого поэтому я я бы не надеялся я не надеюсь и вам не советую просто пока акция есть лучше лучше задонатить 200 рублей на прим тачанку но в принципе можно фармить и на технике в игре если примем аккаунт есть короче дело ваше мне за рекламу никто ничего не платит поэтому оставляю все не буду навязывать и стараться быть как можно убедительнее просто вот такие варианты есть кстати один человек недовольный покупкой этого самого жала с писала что возьми мой аккаунт с ними видео обосри эту машину она вообще не знаю как на ней играть но дело в том что во первых на этой на этом уровне на четвертом проблема в том что одни кустодрочера играют посмотрите на нашу команду сколько в ней бмд бмт шериден и слингфайры это с 80 процентов команды то есть танков но нет это две трети команды это это вот эти вот машинки второй третий пятый восьмой линии 2 арты и три танка все вот в этом проблема жала с на нем играть здесь неинтересно некому светить одни кустодрочеры которые вам никогда ничем не помогут они будут сидеть там на своей восьмой линии и сами от себя там тащиться в этих кустах вот посмотрите куда они все едут они это слив когда все едут туда где им нечего делать это главное суть не в этом плюс я связался с представителем ну как связался мы он со мной на самом деле связывался просто я у него спросила насчет того что могу ли я хотя бы брать у людей аккаунты мне вот предлагают записывать там абрамса какие-то премиум танки вот они будут ли людей за это карать раз уж пресс-аккаунты вы больше не выдаете он грида без проблем ничего не будет то есть это в отличие от опять же улиточки в которая пригрозила что следующих людей будут банить перманентно вообще одного вот последнего кто давал свой аккаунт уже забанили перманентно хорошо появился появилась возможность попросить человека разбанить под честное слово что больше так делать не буду это просто многие до сих пор предлагают свои аккаунты для записи вот имейте ввиду что следующего следующего я даже не знаю как они вычисляют все хоть что замазывая не все равно идут вот это к тому что до сих пор пишут возьми мой аккаунт у меня там есть такая-то техника забанят забанят навсегда мягко говоря не стоит так делать а это вот я так понимаю тоже как премиум на премиум на калима калима гауды за рэды кстати отлично я так понимаю что они тут вдвоем об и red выхватывает плюху на 380 был бы я тут не один но играя с такими людьми трудно не остаться в одиночестве дыма на танке вообще нету да и все отлично то есть команда на четвертом левеле даже не имеет смысла говорить о том что команды не о чем на четвертом левеле по определению одни днище играть и должны они играют они он встали своих вот блять но просто я ненавижу игру на четвертом левеле в этой игре но посмотрите на мини карту они каждый встали в свои любимые кусты и стоят и все отлично в армату вообще пришли как я заметил самые сливки игроков из картошки то есть самое днище взаима командное взаимонепонимание процветает на всех уровнях и так и становятся кустодрочеры понимаешь что на команду надежды нету прикрытия нету ничего нету поддержки нету ты один ты идешь встаешь кусты начинаешь набивать урон ты единственное что ты можешь нормально сделать вот к чему приводят такие бои на вот этих вот четвертых левелах я привык хотя бы что игроки уже знают куда надо ехать здесь на четвертом левеле им даже по карте мигаешь на им насрать абсолютно они они каждый едут в свои кусты в которых они каждый раз стоят которых они хоть что-то могут поэтому даже не стал ждать чем кончится бой с этими животными это все равно поражить по всем поражение вот в fm сразу приятно кинула в топ к пятерочкам причем так на четвертом ловле в можно фармить если вы купите себе жало правда фармить надо взводом там чтобы ниже не надеяться на сука лига френы лига френирующую команду а чисто чтобы ваш друг хотя бы вас прикрывал тогда у вас сможете хоть что-то набить так-то это все борода стоять в кустах этого это не мой метод я конечно еще попробую зря что лавандос потратил бам сразу мбт х плюху на плюху хватанула что они будут проезжать или что или я их не увижу типа отсюда должны должны то у танков скрытности никакого следующий вам еще 370 давай заряжай 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 остановился от блять реванш но да сука отомстить но почему гусли не рвутся ёптать но попадая же колеса не отрываются не знаю должен был остановиться я же прокачал этого перк повреждение узлов у гусли такой же узел узел уничтожен говорят традиционно один выстрел из пяти летит мимо цели это нормально абсолютно машина тут ни при чем в невидимость куда-то попытался бахнуть скорее всего не попал хотя так понимаю что даже когда попадаешь анимации анимация как будто снаряд поразил воздух я уже сколько раз замечал то есть если в картохе стреляешь снаряд попадает пропадает вообще из видимости значит ты попал здесь так здесь так не получится бам пробили слышите вообще нормальная точностью танка и вообще танк нормальный я еще с базы не уехал уже 1400 дамага вывожу в отличие от жала жала которая в натуре жала кто-то мне писал что жала надо брать зря мбт купил жала фармит но в кустах если стоять я согласен он может быть и фармит от стиля игры зависит я не могу снимать такие видосы где я стою в геройски в кустах никто смотреть их не будет меня разлюбят людям нравятся такие дерзкие как которые там носятся прям так лезут рискуют бэм бэм накидали набили о 72 опа опа от в кого летит чуть чужой чужой птур не забрал нахрен надо вы что так кто-нибудь о нет я вот так его не пробью но он меня не видит что что мне нравится ну чё 72 пойти поковырять что ли у танка есть ускорение как у любого лт это отлично вот тормоза бы ему еще запилили потому что вообще не тормозит да и в упор стрельба у него такая же великолепная но у совочка стрельба в упор еще лучше того этого вообще но коммент так и так вот меня не попал вот так надо играть на легких танках чего я никогда не вижу от других людей в легкие танки это в этой игре почему-то стала очередной машиной для кустов точно так же что на бмд что на это кусты наше все все стоят причем у вас три дымовых облака дерзите по полной блин 1700 здоровья у сука в семьдесят двойки столько нет а семьдесят двойка это нелегкий танк он ведь и по сути нелегкий по весу нелегкий так тут меня палец истребитель истребителю тоже можно пойти навалять там чифтан где-то рядом но походу не из тех кто кого-либо прикрывает в этой игре бам получаем по заднице от но это было не больно а вот и чифтан ой командир командир приболел на чифтане читом сука писюльки пролетают у меня свистят по степи блять вот эта скотина вообще там не в тему вылезла вот сука лишь бы все обосрать вот никакого созидания только только разрушение оба поп все зажали на зажали бам еще придется умереть в перестрелке с чифтаном он еще и стреляет и как-то через жопу кто очень косо сейчас снаряд пошел ну а и мы еще и проиграли блять мы еще и проиграли но пизд а сегодня просто у меня как вот как раз не счастливый день сегодня идут одни сливы вот строго просто линейка красных флагов но смотрите при такой игре раздолбай skyда что этот ездил ляляля 3000 дамага сирона напердолил если бы эти только эти человекоподобные грибы которые попали в мою команду хоть что-то сделали хоть на одном из флангов я был бы сейчас жив здоров и накидал урон дальше но чё поделать в общем уже можно сказать что мне жало это интересно только динамикой поворота очень интересно поворачивает колесная техника в отличие от гусеничной есть разница в управлении в остальном конечно те танчика и тэшка унылая просто безобразие у нее нету ни разгона не захвата цели не дыма ни одного перка вообще ничего этот танк вот для тех кто любит просто стоять в кустах просто стоять в кустах и просто стрелять больше этот танк ни на что не годен я буду называть его танком по привычке то есть больше то машина ни на что реально не способна стоишь в кусты ну к то есть как нанести в теории как надо играть на это едешь до первичной точки столкновения с врагом но примерно на глаз половину карты отличия отчертите если не знаете да где врага встречают с вашей стороны туда едете сзади всех стоите начинаете стрелять если ваша команда давит едете сзади продолжайте пытаться что-то накидывать если вашу команду продавливают вы первые должны отступить еще дальше ну то есть отходите и стреляйте по врагам отходите на новую позицию снова стрелять это теоретически теоретически так должна работать эта техника на практике как она работает я в без понятия могу только сказать что техника абсолютно не моя стиль игры абсолютно тоже не мой поэтому это для меня это выброшенные деньги я думаю что жало надо апать потому что реально в два боя на ней уже сыграл второй даже не стал записывать то есть такой такие лютые сливы дрянные на ней происходят что не знаю world of tanks бы сказали что на этой технике только губить свою стату больше на нем делать нехрен враги тоже не дураки они поджал они лезут на этом уровне все стоят в кустах наши стоят в кустах враги стоят в кустах мир кустов то есть это как это как на рыбалке с удочкой сидишь ждешь когда клюнет здесь тоже сидишь ждешь когда кто-нибудь подъедет очень интересно очень динамично количество просто машин но я уже говорил да вот посмотрите у нас опять два танка на всю команду это полный пиздец три танка на всю команду один дисконнектный кажется разработчику на отчета с этим делать потому что полная хуйня большинство людей просто не докачиваться до шестых до восьмых до седьмых левелов где игра где геймплей наконец-то переходит из фазы постою ка я в кустах в фазу пойду ка я продавлю фланг большинство людей уходит вот именно на этом уровне они видят вот эту унылую хуйню которая здесь творится говорят да пошла на в жопу и уходят не правильно делают потому что ну сделали кучу слепых танков которые на этом уровне вообще ничего не могут противопоставить никакой другой техники чё тут удивляться тогда снова основная томас людей шла в эту игру наверняка на танках играть вряд ли есть где-нибудь хоть один оголтелый фанат бтр of но может хотя нет если кто-то в армии на бтр и служил на бмдшке я заметил вообще что эти люди которые служили в армии как-то в мотострелковых войсках они стараются в игре ту же самую технику выкачать там артиллерий знакомый на арте в картохе играл только тут недавно чувак писал на 72 ки служил обе говорит обидно что 72 к такая шляпная вот ну ну нет starship у нас вон в одно лицо пытается что-то раздавить но там у него на пути встал грозный шеридан которого он естественно не увидит из-за своей слепоты вот 468 это кумулятива шеридана наверно нет а вон шеридан уже сам закоцанный до безобразия я не могу стоять я хоть и хотел думаю все в этот раз поставив кустах постараюсь покажу не могу блять бесит меня просто я должен я должен давить я должен светить а это еще карта такая тупая что тут светить то регулярно некому за мостом светить вообще смысла нет а тут просто некому а леща и подзатыльничка сюжет или в кого такой выстрел был господи какая косость лопни вот это грамотная позиция с нее можно дело наделать если кто-нибудь подержит шестьдесят четверку на гуслях сволочь что я куда я попал это говно на пути стояла бля какие выстрелы косы скорострельность у это конечно волшебная просто как швейная машинка настрачивает 400 475 около пяти секунд божественно блять сука своей не очень умный голова как таскает видали как классно колесную технику таскает здесь вот это интересно ой ладно а чё сюда смотреть уже не надо он бою он считает что его союзники представляет для него больше опасность чем враги поэтому встречает нас с жопой не хлебом с солью а булкой булками булками и шоколадным глазом где 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 вон где ну давай давай заряжайся сволочь кривая чё что ж такое это два фрага я шел бы на медаль если бы это хреновина стреляла точнее давай старшип я в тебя верю вот облом да да сейчас будут брать нашу базу ну гвоздичка блять шо ж такое-то выхватывают прямо это из клюва в гуслю естественно без дамага без разрыва гусли без всего но о ф-40 пробивается даже пальцем если была пушка которая членами стреляет даже она бы резиновый елды резиновым елдаком могла бы пробить этот танк так но они из-под моста не выйдут им там жопа какая хорошая конечно точка для обстрела если есть кого стрелять так и знал что сейчас носом землю воткнется на самом деле очень хорошо но очень динамично очень подвижно в принципе могла бы ну разгоняется так великолепно и в принципе довольно быстро поворачивает просто не сразу они сразу начинают поворачивать поворачивать быстро я хочу быть первым кто начнет разбирать их в заднице вот swing fire например коснутый но наверное не успею нет я могу я могу и еще плюху кида ну щас ёпта сейчас узнаем хоть сколько за победу гвоздика привозит футы блин жала гвоздикой назвал так там love 300 дает просраться нашим кстати она на ходу тоже довольно точно да хуёчно прикольного swing fire сломанная пушка была та которая нет наверно до последний фраг хотя бы вырвал крысь крысь мазафака две сплэн тысяч дамага все-таки можно и тащить и и нажали причем еще бой такой что все четверки но ведь когда команда фланг не просрала ни один есть маза учета потащить хоть как но в принципе авто со второго фланга команда просто подождала пока враг из-под моста высунется и тому разобрала классическая ситуация когда тот кто ждет тот и побеждает поэтому тут надо качать скилл терпения берете кроссвордик блять сидите разгадывайте пока в кустах стоите там когда враг обнаруживает вас оповещают звуком услышали это пиликань и сразу оп на экран оплю вторую убили все дальше кроссворд гадаемся а блин сейчас же мы не посмотрим сколько сколько денег привозит жало потому что сейчас просто ядреные бонусы 25 225 процентов увеличено поэтому естественно что жало столько денег вывозить не будет но 225 процентов если отнять то это будет где-то ну наверно тысяч 70 за победу жало наверно у меня сейчас завоевала вот потому что за сливы она чё там получает 62 ну тоже тоже сбор бонусного и 56 то есть вообще ерунду какую-то можно же нажали фармить но много не нафармить то есть примерно столько же денег у вас будет привозить даже больше больше обычный танк 6 левела не премиум и зарабатывает больше чем премиум танк 4 левела именно поэтому жало его и стоит 200 рублей мне кажется поэтому я не уверен в том что эта машина хорошо хорошо выполняет свою функцию что он хорошо зарабатывает в то же время сколько у меня в фм чик при поражении смотрите 3000 дамага правда и разведданных накидал но при поражении он заработал больше чем жало за меньше данного столько же примерно чем жало за победу выводы на и выводы можно делать принципе на лицо ну чё еще один бой на где этот черномазы в фм еще боец как знакомая башня у него нет нет ой в 40 башенка очень похоже по чем-то не она конечно не она но посмотрите как похоже где этот что-то где-то я короче видел уже эту башню может леопарда ладно не суть вот смотрите второй бой подряд на вфм 5 и второй бой подряд он стабильно в топе он люто в топе мбт даже так в топ не кидает тайфун мой сто процентов так в топ не кидает он его кидает в жоп скорее а вфм чик просто доминирует доминирует стабильно вообще единственная шестерка смотрите офигеть так надо поехать занять мой любимый камень турбина хорошо движок с турбонаддувом ёптвою понастроили ну что за и как как на фоксе интересно ездить на мелком камушке развернуло ну должны же какие-то минусы быть у этого долбаного джипа он так задолбал мою арту вы знали как я потом геймплей на топовой арте покажу это вообще арта реально ни разу моя до конца боя не дожила именно джипики прилетают ее и забирают Егорка 77 а мне показалось что он за мой камень едет нет нет 70 километров топит вот это вообще офигеть танк смотрите он в гору влетел и по прямой 70 километров вот так т80 должен ездить тут наверно тоже движок газотурбины надо посмотреть он турбинный возможно без газа птиу 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 смотрите смотрите опа бмд светит стоит а у нас нет на бмд сюда не поехала нет зачем конечно зачем здесь зачем тут светить кому это значит что делать тут будет нечего ближайшее ближайшее хрен знает сколько времени за камнем там стоит да так надо что другое тогда думать стоять ждать вообще не наш метод да как его конечно пробьешь с такого расстояния даже невозможно выцелить его да давай добьем снес ему какую-то оптику говорит давай давай о разведка сука сдриснула фугасный без дамага а каково вот это интересно дважды без дамага фугас фугасы походу можно выложить нахер с этого танка может они куда-то попадают там куда не надо непонятно вижу только что дамага нет оп чифтан ну ну дэмэш то прошел нет ну понятное дело что его не я засветил да что семьдесят двойка должна его подсветить или ее кто-то плющит да по семьдесят дамага очень очень жестко ее репрессировали прям вообще ладно понятно идем дальше вообще интересно как на этом танке можно люто быстро менять позиции тут покрутился нахуй послали там покрутился нахуй послали бмд решила сюда сдриснуть очень кстати она вооружена кумулятивом которые очень больно кусаются а это пулеметная походу так только не ты да естественно что блять хуй его пробьешь куда на этой машинке помощи от команды хуй нарыла а в пизду что-то блять дрочить стоять будешь двадцать лет уничтожил ему какую-то оптику тут везде деревья какие-то бля понасажали и вот он я сзади а мбт хуто покоцали мбт хуто сливают кто это и тэшка поддержала мы мою атаку сука надо помочь что помочь не успел успел отомстить хе а там еще и фокс летит да задолбали вы мы оружие из строя выводить уже демона что сфер фокс агребает фоксу очень можно тараном сука снести мне кажется у У меня большая скорость, а у него чертовски легкая машинка. Там еще БМД-ха третья где-то, сука, рядом. Что-то думать, блядь, что-то делать. Опа! А вот он и бонус стрельбы на ходу. Без штрафа. А он сейчас обосрался немножко. А, дымишь, что ты думаешь? Ну почему, блядь, я в упор не попадаю? Я не знаю, прицел же наведен. Блядь, кое-как, ёпта. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что, разрядился, сучка? Блядь, ну пиздец выстрелил, ёпта твою мать. Давай 72-ка в пизду, щеми его там нахер. А, блядь, караул! Ебут! Убили, убили, блядь. Пошел в жопу. А, может, блядь, удастся съебаться отсюда. 2-9 счет, ахер лиц, ахер лиц тут думать. А, блядь, нахуй надо. Сука. Бам, трах, бах, едем, блядь. О! А, у меня ствол поврежден, поэтому он стреляет как говно последнее. Очень косо, долго сводится. Блядь, убили в спину, суки. Ну, 2-4 садом огне, машина очень фановая, мне нравится. Легкий танк, это, видимо, то, что мне надо было. Это то, что я всегда хотел. Просто носишься там по-всякому, а не в тебя попасть не мог. Ну, если, да, блядь, если ствол повреждают... Эй, ты пишешь? Нет, если ствол повреждают, то это, конечно, все, сушите весла. Это первым делом надо учинить, потому что надо сведение, надо точность, чтобы стрелять на ходу. Но очень весело играть на этой танке. Это очень удивительный набор, вот этот у Марата Шишкина, да, я его купил. Одна машина просто чисто в кустах с членом в руке стоит весь бой, а другая там фанится на нем летать, гонять. Ну, можно и на нем в кустах стоять, если вы куста друча. Ну, то есть, очень комфортно, то есть, фармить на двух этих машинах. На них геймплей слишком разный. То есть, надо играть, чтобы фармить, по крайней мере, на машинах одного стиля. То есть, только чисто две машины стоять в кустах. Там, Тайфун, допустим, и Жала. Или там чисто вот это, фанится летать. Вот это ЛТшка и еще какую-нибудь, я надеюсь, премиумную будут ЛТху продавать. Ну, разведчик, Железный Войн Стабилити. Это при том, что я опять играл как распиздяй, да, ездил там, стрелял себе в удовольствие и больше всех набил. Ну, такие команды сегодня, а что вы хотели, смотрите. Это не Черная Пятница, это, блядь, Красная Пятница. Это Красное Воскресенье сейчас уже какое-то просто сливы. Все, в общем, на этом видос заканчивается. Надеюсь, вы довольны. Еще три дня никто меня не будет пилить по поводу видосов из Арматы. Надо сейчас фармить. Будет надо успеть докачивать танки. Сейчас мне не до съемок видео. Я просто стараюсь, пока бонусы есть, выкачать новые танки, чтобы потом планомерно начать уже производить контент. Так что терпите, жмите, пишите, что-нибудь делайте и адьё. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ